Всем привет, с вами, как всегда, JumboMax, и сегодня мы с вами, к сожалению, поговорим о не очень хорошей новости, которая касается подписочки Xbox Game Pass Ultimate. А новость я бы не сказал, что она какая-то мега критичная, но так или иначе, она раскрывает подробности, некие планы Microsoft на ближайшее будущее, и в целом говорит нам о том, что вообще происходит у Xbox. С вас, как обычно, лайкусик, подписочка на канал, не забывайте прыгать к нам в телеграм-канал, где проходят розыгрыши и есть актуальные новости, кстати, эти новости вы узнаете там намного первее, чем на канале, вот, и, собственно, пишите ваше мнение насчет этой новости в комментариях. Давайте начнем. Ну, а начнем мы с того, что буквально сегодня ночью Microsoft официально объявила о том, что она прекращает маркетинговую акцию подписочки Xbox Game Pass за 1 доллар. Да, не делайте удивленное лицо, вы могли купить кодик там на месяц, на новый аккаунт, что вам, собственно, позволяло без каких-либо ограничений месяц за очень маленькую плату использовать подписочку Game Pass Ultimate. Приложение, на самом деле, выгодное, но, наверное, для тех, кто любит создавать новые аккаунты и каждый-каждый раз вот это вот юзать. Ранее, кстати, это было и доступно в России, поэтому многие не покупали себе подписку, а чисто всегда заводили новый аккаунт, брали туда подписочку. Играли, кстати, на эти аккаунты даже заводили, по-моему, Life Gold, Game Pass Ultimate, короче, все возможные подписки. Брали туда подписочку по супер-мега-предложению за 1 бакс. Кстати, я помню, времена такие в России тоже было, мы как-то раз покупали подписку за 1 доллар. Это было уже давно, наверное, в году 2017-2016, может быть, даже 2018, но да, тогда были времена. А, в общем, это делали, я думаю, что это тоже делали за рубежом, поэтому Microsoft решила все это прикрыть. Почему это произошло? Мне почему-то кажется, что это произошло из-за того, что Microsoft наконец-таки начала считать свои денежки, которые она дает в подписочку Game Pass Ultimate, и сколько зарабатывает. Соответственно, оставлять такую супер-мега-выгодную подписку, а именно Game Pass Ultimate за 1 доллар, ну, мне кажется, им просто невыгодно. Объясню, чтобы вы поняли, если что, подписка Ultimate, она не закрывается, просто убирают одну из акций, а именно Game Pass Ultimate за 1 доллар. Подписка, она и дальше будет работать, все еще есть конвертация, все еще есть в некоторых странах региональная акция семейная подписка. Вот, если что, я до конца тоже не знаю, как она работает, но она где-то существует, и, соответственно, если у вас есть семья, то это вроде как выгодно. Но для Microsoft конкретно акция 1 доллар Game Pass Ultimate, она стала, видимо, невыгодной, поэтому ее убрали. На самом деле, это отчасти правильное решение, потому что, ну, это очень выгодная акция, и, считайте, очень много пользователей просто заводили новый аккаунт и брали туда, и, соответственно, все. Microsoft сейчас, как бы, вкладывается в Activision Blizzard, предоставляет нам больше каких-то игр, выкупает AAA-проекты с первых дня релиза, а-ля Atomic Heart. И, соответственно, когда множество пользователей просто платит всего лишь в месяц 1 бакс, да, это, считайте, можно так вот нафармить за 1 год 12 месяцев Ultimate, ну, за 12 баксов, это же вообще выгодно. Ну, ну, как выгодно? Для нас это выгодно, а для компании это вообще не выгодно. Соответственно, чтоб жизнь медом не казалась, Microsoft решила немножко чик-чик подрезать такую акцию, оставив все остальные. Может быть, это, конечно, связано с тем, что скоро в Ultimate грядет подписочка Ubisoft+, насколько мне известно, в конце апреля вроде как она будет доступна. Опять же, это слух, не официальная информация, но, так или иначе, возможно, вот с этой акцией тоже какие-то, как сказать, взаимодействия и были. Многие, почему-то, кстати, думают, что данные акции, они нужны для того, чтобы просто пацанам дать халяву. Нет, на самом деле это не так, Microsoft всегда, ну, по сути, считает деньги, Microsoft это компания, у которой самая главная цель это извлечение прибыли. Вот, соответственно, данная акция была сделана чисто ради того, чтобы вы хотя бы узнали, что такое подписочка Game Pass Ultimate, чтобы вы попробовали, соответственно, все это сделано, ну, ради маркетинговых целей. Потому что я вот много встречаю комментарий, что вот, Microsoft, это вот не Sony, это благородная компания, которая нам позволяет вот так вот играть. Нет, это просто она делала рекламную акцию, что вы попробовали, а не злоупотребляли данные акции. К сожалению, это делают многие. Microsoft, кстати, это все отслеживает. Она отслеживает и Аргентину, и Турцию, она отслеживает и все такие акции. И, соответственно, им просто по какой-то причине это стало невыгодно. Плюс-минус выгодные акции, которые остались по сей день, это конвертация и семейная подписка. Мне почему-то кажется, что в дальнейшем конвертация все-таки тоже немножко изменится. Мне почему-то кажется, либо они изменят соотношение, либо они ее уберут вовсе. Потому что на данный момент это тоже выгодно. Вы можете купить Live Gold, да, там за 4000, купить туда Ultimate на один месяц. Соответственно, все это конвертируется, у вас будет 12 месяцев Ultimate. Это, по сути, в два раза дешевле, чем вы покупаете просто подписочку Ultimate. Это тоже отчасти Microsoft идет в минус. Это, конечно, намного дороже, чем вы бы покупали за 1 доллар. Но, так или иначе, мне почему-то кажется, что в какой-то момент все-таки данная акция, она тоже свернется. Сейчас Microsoft в некоторых странах еще пробует подписочку семейную. И работает она, по-моему, по такой стратегии, что есть глава в семье. Он может делиться с пятью членами семьи. Пять членов семьи это, кстати, не папа с Аргентины, не мама с Англии, не дядя с Россией. А именно люди с одного региона. То есть эта функция, она работает только на аккаунты определенного региона. То есть, если, например, у вас есть российский аккаунт, и ваш там дядя живет в Турции, он с вами не поделится. К сожалению, система запретит, поэтому один из профилей нужно будет перевести в один из регионов. Опять же, я не знаю, насколько это выгодна подписка, потому что я не помню ее стоимость. Но, если я не ошибаюсь, то месяц подписки на каждого человека, а именно подписка Ultimate, выходит где-то по пять баксов с каждого. То есть 25 баксов в общем. Да, это выгодно, но, например, в соотношении к адвертации подписки, то получается, если вы плюсуете Ultimate на один месяц, то у вас будет не один месяц Ultimate, а семейные подписки, а всего 18 дней. В любом случае это выгодно, в любом случае это прикольно, но в России у нас это недоступно, поэтому можете насчет этого не париться. Меня же лично эта тема не коснулась вообще, потому что я оформляю подписку через xGames, даю им профиль, они мне покупают, и, соответственно, я не парюсь вообще. И давным-давно уже не пользуюсь такой фичей, как Game Pass Ultimate за один месяц. Единственное, я очень надеюсь, что все-таки обрезание такой акции, это пойдет на пользу, потому что Microsoft будет получать больше денег, соответственно, она будет, например, за счет этих денег больше вкладывать в выкуп каких-нибудь AAA-проектов в день релиза. Соответственно, вот вам Atomy Hard, но поскольку мы отрезали акцию, вот вам держите еще какую-нибудь прикольную игру, соответственно, как в любом случае увеличивает прибыль Microsoft, урезает вот это вот раскидывание, типа, пацаны, наша подписка за 1 бакс. Но в любом случае это говорит об одном, что у Microsoft не то, чтобы заканчивались деньги, что им они стали уже нужнее для чего-либо, потому что, опять же, эта акция, мне кажется, вернее, вот этот период существования акции, это был показательный период, пробный период, сработает это или не сработает. Соответственно, я думаю, что это не сработало, потому что Microsoft довольно-таки, ну, часто говорила о том, что пока Game Pass он не дает прибыли, он не добивается результатов, которые были нужны, и, соответственно, путем вот таких вот маленьких изменений, я думаю, что они попытаются все-таки с подписки Game Pass Ultimate сделать что-то, ну, что-то сильно именно для себя. Потому что, с точки зрения рынка, это действительно классное приложение, потому что, оформив там даже ее, если подумать, за 12 тысяч рублей в месяц, в любом случае это плюс-минус выгодно, потому что у вас все эксклюзивы этого Microsoft, Microsoft Studio, вернее, в подписке. Вот, и, конечно, с 22-м годом нас все-таки обманули, потому что были такие себе игры, на мой взгляд, подписка Ultimate, если купить ее мега официально в 23-м году, она себя ни капли не оправдала. Вот, но в 23-м году, так или иначе, она себя уже окупает, потому что туда добавился Atomy Heart, туда добавится Redfall, туда добавится Starfield, и, соответственно, окей, все супер, вот вам, типа, 3 игры по 4 тысячи, и еще какие-нибудь игры второстепенные. Ну, почему бы и нет? Что касаемо мысли, а вдруг это все сделано для того, чтобы подписочку когда-то убрать? В ближайшее время ее точно не уберут, да, может быть, и уберут когда-то, да, потому что Microsoft с легкостью может закрыть свои проекты, на которые потратил много денег, а-ля Mixer, а-ля Windows Phone, а-ля Kinect и тому подобные вещи. Но, что касаемо подписки Game Pass, то я думаю, что в ближайшее время ее точно не уберут, потому что Game Pass это пока двигатель того, на что они сконцентрировались, потому что если вы внимательно посмотрите на все PR-акции, вы поймете, что в рекламах даже нету самой консоли Xbox, есть только подписочка Game Pass. Соответственно, как-то сматывать свой продукт с рынка, так, на который были очень сильные ставки, я думаю, что в ближайшее время они не будут, поэтому такие вот акции, которые были прикрыты, они сделаны для того, чтобы как раз-таки немножко наросить свою подписку с точки зрения рубля пользователей. Что же будет с подпиской и консолью Xbox в итоге, пока никто не знает, опять же, можно вот так вот догадываться. В общем, пишите свое мнение в комментариях. На этом все, большое спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, если видос понравился, подписывайтесь на канал, и еще раз большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok